Проект преобразования Головинки изучали, как говорится, всем миром. Чиновники, архитекторы, учёные и, конечно же, местные жители. Концепции, отмечают разработчики, предлагают комплексное решение туристическо-рекреационного направления и не предполагают массовой застройки. Торговые точки приобретут единый облик, навязчивая торговля отступит от пляжа. Благоустроят сами набережные. На свободных земельных участках появятся спортивно-оздоровительные и торгово-развлекательные центры. А вот экологичность посёлка подчеркнут новым озеленением и многочисленными скверами. Один из них разобьют вокруг памятника природы Краснодарского края гордости и святыни местных жителей тюльпанового дерева. Этому молельному для адыгов и шапсуга в месту 250 лет. Под его кроной и состоялось выездное совещание. Главная цель – выслушать и учесть мнения и пожелания старожилов. Само благоустройство, конечно, всеми приветствуется. Здесь единственный маленький нюанс есть, большие экскурсионные фирмы. Автобус приезжает, 50-60 человек, и экскурсовод им говорит, ходите семь кругов, по корням вам будет счастье. Конечно, мы против такого. Потому что дереву наносится вред, почва утаптывается, кислород не поступает. Об этом говорят и сами учёные, и дерево начинает сохнуть. В итоге в плане благоустройства посёлка предусмотрены и сохранные мероприятия главной достопримечательности Головинки. Вокруг тюльпанового дерева построят ограждение. К работам необходимо приступить как можно быстрее. Такую задачу поставил Анатолий Пахомов. Сегодня мы эту концепцию практически вместе с жителями утвердили. Теперь эта концепция войдёт в генеральный план города и таким образом получит уже законность. Для начала надо найти инвесторов. Сейчас задача – это сделать инвестиционные предложения и на экономическом форуме, который будет в феврале этого года, эти инвестиционные предложения предложить. Появится инвестор. Инвестор спроектирует вместе с нами эти территории и приступит к её реализации. Обновлённая территория привлечёт массу туристов, уверены специалисты. К слову, Головинка – одной из первых получила проект преобразования. Согласно решению главы города, привлекательным для туристов должен быть не только центр Солчи, но и каждый удалённый от него уголок. Развеяли чиновники и опасения местных жителей. Создание безопасного прохода под железной дорогой, парковок, спортивно-здоровительной зоны и скверов не превратят посёлок в шумный центр. Головинка, утверждают проектировщики, по-прежнему будет спокойным посёлком, только уже с красивой набережной, благоустроенным пляжем и удобным проходом к морю. Перемены по благоустройству будут заметны уже к новому купальному сезону. За эту работу решили взяться местные предприниматели. Мы видим международные курорты и в Словении, и в Черногории, и в Чехии. Мы понимаем, что это может быть спокойный отдых на природе, и многих людей привлекает именно такой отдых. И мы хотим видеть этот курорт именно таким, а также тех людей, которых привлекает исторический туризм, привлекает изучение народных традиций. И вот для развития такого туризма, этно-туризма, эко-туризма, Головинка подходит как нельзя больше. Судя по концепции развития, Головинка превратится в уникальный круглогодичный туристический посёлок с акцентом на национальный колорит. Бонусом же для местных жителей станут новая канализационная система, ливнёвки и тротуары.